Я долго думал, как же начать наш разговор про 20-й век, и 20-й век начался не в 19-й век. А давай, нет, давай не так, как ты запланировал, давай, как я запланировал. Ты смотрел, 20-й век начинается, Шерлок. Да, конечно. Разве это не самая красивая метафора для начала 20-го века, когда появляются вот все эти новые технологии, микрофильмы, шпионы, везде, уже вовсю, типа, идет промышленность, и люди вроде Шерлока Холмса становятся ненужными. По-моему, самое красивое для понимания того, как менялся 19-й век на 20-й, это именно эта часть Шерлока Холмса. Хотя в целом она достаточно скучная, скучнее всех остальных. Она монотонная такая, да. Но в конце этой части они с Ватсоном садятся за проектор кино, и они смотрят вот эту вот немую сцену, где танцует быстрый танец. Вот этот быстрый танец, он станет для людей переходного периода с 19-го по 20-й век чем-то вот вроде этой новой, непонятной для них реальности. Вот так же, как люди с большим удивлением встречали 20-й век с его электричеством, телефонами, самолетами, так же мы встречаем 21-й. Видишь, ты даже больше красивых метафор в этом 20-й век начинается увидел, чем я. Танец, например, мимо меня совершенно прошел. Я уверен, что вот если мы посмотрим, там будет еще очень много таких деталей. Я же хотел вот это обрисовать. Происходит некоторое чувство сломанной игрушки, эффект сломанной игрушки на излете веков. Это вот то, что показано было, например, в фильме Казанова. Это конец 18-го, начало 19-го, когда кукла, она уже не механическая кукла живая. И вот механическая картина мира умирает, начинается реалистическая картина мира 19-го века, она будет жить с ней. А вот в конце 19-го мира умирает вообще эта реалистичная картина мира. И люди на излете нее начинают мыслить глобальными нарративами. Слушай, а тебе не кажется, что вот к концу каждого века свойственен некий ретрофутуризм? То есть если мы говорим о Фоллауте, то это ретрофутуризм вот времен Холодной войны какой-то, да? То есть то, что ты описываешь, это некий ретрофутуризм, как видели мир вот до 19-го века, в 18-м веке. Что между переходом каждой эпохи появляется вот некое прекрасное, но ложное представление о том, что будет там через сто лет. Как Жюль Верн, знаешь, его вот этим путешествием через... А это было очень много в начале 20-го века, скажу так. Это археофутуризм, его так называли. И это Хольст, например, знаменитый Хольст, который написал «Сюиту планет». И вот он написал у себя это знаменитый «Марс, родитель войны». Вы все помните вот эти самые звуки, начало этой «Сюиты». И это прямое заимствование потом будет у Джорджа Лукаса в «Звездных войнах». Я тебе больше скажу относительно вот этих «Сюит» и того, что было написано. Я просто смотрел лекцию, по-моему, Ян Эндерсон рассказывал про то, что все культовые роковые песни слизаны с рифа Баха, который... И там, если отслеживать корни, то все уходит вот в какую-то церковную музыку, короче. То есть, будьте уверены, блядь, вот этот вот простой риф, который Коля воспроизвел, он лежит в основе примерно, блядь, кучи ебаной, блядь, композиций, которые вот сейчас позиционируются как что-то такое. От Эври Лавин до Вандерграф Генератора, повторюсь. Вот все их используют. Так вот, если обращаться к этому ностальгическому отношению, то это настроение было характерно только уже для последних веков нашей истории. Люди средневековья веками могли не испытывать ностальгии. Это явление уже относительно последних веков, когда люди стали быстро менять поколения. Теория поколений глубоко в древность уходит, и это только сейчас мы можем выделить такие поколения людей, которые помнят изменения за их век, за их жизнь, и потому происходит такая ностальгия. До этого времени не было проблем. Не было проблем средневековому человеку переходить из 12 в 13 век. Вокруг, помнишь, мы с тобой это говорили, это ужас, смерть, войны. Все как обычно, как вы любите, и ничего не меняется почти. Только лорды строятся. Ну, слушай, сейчас все еще более размыто, вот, когда относительно поколений. Хоть и принято делить, вот, миллениалы, бумеры, зумеры, я все пытался разобраться, кто я. Я вот, блядь, если прикидывать, то я, получается, миллениал, я не бумер. Но если читать признаки, то я бумер, блядь, по всем. Невозможно отследить, когда люди стали жить, во-первых, дольше. То есть, когда все поколение умирало в 30 лет, было проще определить рубеж поколений, да? Теперь, когда развита медицина, блядь, ну, давай просто сойдемся на том, что все это деление на поколение, оно условное, шо пиздец, блядь. То есть, можно делить там историю до Первой мировой войны и после, например, но делить вот на всех этих бумеров, зумеров поколения С, поколения З, поколения П, блядь, ёпта, это, ну, просто бред какой-то, типа, блядь. Мне особенно не нравится, что их используют в рекламе сейчас. Ну, в смысле, что прием на работу. Кого вы примете? Бумеров, зумеров? Это все, конечно, все из пальца высосано, а вот отношения к истории некоторые все же иногда нет. Ну, может, раньше это имело смысл, потому что, блядь, поколения медленнее сменялись, и можно было о чем-то говорить. Я говорю, сейчас, блядь, у нас, нахуй, во времена ТикТока поколение до 15 секунд сменяется, блядь, уже не за 25 лет, блядь. Поэтому, глупо, все теперь размытое, теперь прогресс формирует поколение. То есть изобретут завтра, блядь, не знаю, телепортеры, блядь, космические корабли. Поколение будет другое уже люди, которые родились в это время. Это будет как бы... А сейчас, пока мы будем ебаться со смартфонами, у нас будет вот как у айфонов, блядь. Каждый год новое поколение, блядь, ёпта. Короче, мы тут историей собрались заниматься, похуй нам должно быть на поколение, как мне кажется. Так вот, начало этого века, нового для всех, это скорее начало не хронологическое, а именно что краскультурное. Потому как еще зачатки нового века, они были видны в конце 19-го. И конец 19-го это изобретение телефона, изобретение радио, изобретение рентгеновских лучей, и попытки, попытки синтеза урана, попытки создания нового источника энергии. И люди, они ощущали, что теперь с этими новыми вещами неизбежно наступит счастливое будущее. Они были оптимистами. Они верили, что теперь с такими технологиями они преодолеют войны. Они будут неуязвимы. Когда был изобретен пулемет, люди просто представить, боялись, что такая махина появится на полях сражений. Теперь войны будут невозможны. Так говорили в начале этого века. И с большим энтузиазмом в начале века проводились первые международные конференции по запрету химического оружия, которые все нарушат, когда начнется Первая мировая. И с большой помпой были заявлены слова «Теперь же наша цель – воевать против всех войн». С таким же героизмом звучали призывы Международного Красного Креста. Теперь уже мировые движения Европы за борьбу с бедностью, с голодом, безграмотностью. Они охватили весь земной шар. Не осталось ни одного живого места на земном шаре, который бы был неизведан человеком. И теперь, когда это произошло, закончился мир белых пятен. Если 19 век еще имел белые пятна, 20 век – это мир, когда мира стало мало. Очень правильно сказали про него. Мир, когда мира стало мало. Ну ты это на прошлом стриме говорил, не повторяйся. И вот именно из-за этого произошел конфликт. Это Первая мировая война. Вот Первая мировая война и ее истоки – они предмет большого спора между нами историками. Но если говорить про ее причины, это причины, обусловленные этой фразой. Когда уже нечего делить, а надо, и кому-то хочется больше. Германия в том веке, оставшаяся новой державой, решила взять себе больше территорий. Она опоздала к разделу мирового пирога. Австрия хотела больше земель на Балкан. Великобритания хотела развить успех предприятий колониальных в Африке. Франция присоединялась к ней в этом стремлении. Россия, у нее тоже были претензии. У нее была претензия на часть нынешней Маньчжоу-Диго. Но все-таки крючком, который все это запустил, был анархист Гаврил Пирис. Крючок всегда такой. Я приведу... Нет, я просто хочу сказать, анархисты раньше запускали первую мировую войну. Анархисты сейчас спорят в комментах про суды при Анкапе. Это деградация, считаю. Это убийство эрцгерцога. Оно было просто именно крючком. Да, они и так бы поссорились. Надо было, чтобы он зашел и сказал, я убил его! Наконец-то! После этого убийства мир всколыхнулся. И он всколыхнулся раз навсегда. Это было первый и последний раз, когда войну встречали с таким ожесточением и восторгом. В Германии было празднество. Праздник проходил на Удеон-Плац. Праздники были в Австрии, с счастью возвеличивающих их историю. Праздником овеивали и Лондон. Запретили говорить, что Моцарт — это немец. Я помню, у нас на истории говорили постоянно термин «война малой кровью на чужой территории». То, что было нужно тогда в стране. Все ликовали, потому что всем обещали войну малой кровью на чужой территории. Что, типа, все будет чики-пуки. Но, как оказалось, это не так просто было. И война перешла на их территорию. Так вот в этой самой войне ликование. Ликование хватило массы. Ликовали очень многие по этому поводу. И ликовали страстно. У нас на порыве патриотизма сорвали коней с немецкого посольства и скинули их в Неву. Этих несчастных коней и всадников вместе с ними. Тоже железных, скульптурных. А потом опорожнили весь запас. Я когда, знаешь, памятники русск, вот особенно сейчас у нас такое время, блядь, когда памятники в США, я все время вспоминаю видос «Сортирный союз». Я типа, что вы до нас доебываетесь? Вы нация, у нас группа «Сортирный союз». И там, когда эти гопники доебывались, один чувак начал мусорку пинать. И гопник такой, ну да, пиздай ее, правильно. Мусорка во всем виновата. Вот тут такая же история, блядь. Примерно, типа, ну да, давайте. Кони же виноваты, ебачьте коней, блядь. Выкидывайте у него долбоебы, блядь. Это же кони, блядь, ебта. Ну, квасной патриотизм иногда приводит к очень странным актам. Взяли, сломали коней, реально, блядь. Что за люди, нахуй? И очень, надо сказать, патриотично переименовали столицу в Петроград тогда. В Германии, в Германии в пику обратно же Англии было запущено стихотворение, что мы отомстим. Гляди на этой карте, черное пятно, это Англия. Боже, покарай Англию. Мы должны ее покарать. В гневе мы обрушим на эту Англию. Слушай, а я тут блесну знанием ирландского фольклора. И в те времена как раз из-за войн у Англии и с Ирландией были войны. Англию постоянно изображали как дьявола в стишках, в песнях, что Англия это была неким таким вот как бы котлом, и что английские солдаты чуть ли не как черти были. То есть о них так... Сам сэйвэдэвэлэс дэд, да? Да, 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 да. Я смотрел полный разбор, и там говорили как раз вот про тех времен фольклор, и что не только сам сэйвэдэвэлэс дэд, но и большинство песен, они про на самом деле вот именно британских интервентов, что они дьявол воплоти, блядь, что это черти, что ирландцы воюют с чертями, у них мундиры были, блядь, красные нахуй, и все, вот это прям дьявол, блядь, ебта. Поэтому изображать дьявол Англию был тогда мейнстримом, вот что я хочу сказать. И, кстати, добавлю, Ирландии помогала в независимости вот в этой войне ирландской освободительной армии Германия, да, кайзер Вильгельм. Они получали помощь и в оружии, и в деньгах от кайзера Вильгельм, он помогал им. Так что вот все говорят, что это Ленина подняли, подняли немцы, но справедливости ради тут еще нужно сказать, немцы вообще всех попытались поднять, и в Ирландии восстание финансировала Германия тоже. Кайзер был щедрым. Слушай, ну если рассмотреть вот политику, если абстрагироваться, конечно, от геноцида и всех ужасов, вот просто именно внешнюю политику Германии, ну это и в случае Первой мировой был пиздец, и в случае Второй мировой был пиздец. Потому что, ну, люди, очевидно, решили, что раз они лучше всех в Европе работают, у них лучший военно-промышленный комплекс, то, значит, Европа им принадлежит. Они один раз сделали эту ошибку, им Версальского договора не хватило, они второй раз сделали эту ошибку. То есть, ну, это просто очень странно. Это, знаешь, как сосед по коммуналке, единственный, который платит за газ, он устраивает бунт такой. Я один за всех вас плачу. Да-да-да, и ему бьют ебальник просто же. И он сидит некоторое время отсиживается, и второй раз такой, так, нет, в этот раз точно, без хуйни, ему опять бьют ебальник, и он до сих пор сидит тихо. Но в целом, это было, что в случае Кайзера, блядь, что это были очень странные войны, как будто бы все были убеждены, что они победят. Вот в начале 20-го века, ты заметил такое? Да. И вот все страны были уверены, что они победят в войне. Это же невозможно, блядь. Типа, не было ни одной страны, которая рассматривала даже перспективу затяжной войны, убыточной. Да. Все как будто такие, сейчас мы ебать опиздюлим всех вообще. А если нас опиздюлили, вот как будто не нашлось в Европе хотя бы одного человека, который так, а если нас опиздюлили, нас никак не опиздюлят. Мы опиздюлим на чужой территории малой кровью, отхапаем все бабла, блядь. Но в итоге-то опиздюлились почти все. Да все опиздюлились практически. Ну, типа, если нейтральные страны не рассматривать, то все, кто участвовал, все в той или иной мере опиздюлились. Никто же не выиграл. В этой войне не было победителей. Так Вильгельм сам сказал, мы будем обедать в Париже, а ужинать в Петербурге. Сначала возьмем Париж, а на ужин будет нас Петербург. Они не верили в поражение. И они, кстати, до последнего, это важно, до последнего дня конца своей империи, это очень важный урок для нас. Они даже не думали об этом конце. Они даже в поражении думали, что они удержатся, что у них удастся все это сделать. Они не предполагали и не думали наперед. Вот как сейчас некоторые у нас тоже всякие воины задумывают, не думают наперед. Вот так же мы очень мало чему научились этой войны, мы не думали наперед. Чему можно поучиться и Соединенным Штатам, в случае вот с Ираком, да и нам, на самом деле, мы тоже влезаем постоянно везде. Это то, что из Первой мировой войны можно извлечь урок. Не бывает войны малой кровью на чужой территории. Бывает война. Война всегда война. То есть любое вот это вот «мы там повоюем и будет профит» никогда не срабатывало. Ни в Афганистане, ни тем более в Чечне какой-нибудь, ни в Ираке, ни во Вьетнаме, ни в Сирии. Никогда. Война — это всегда война. Вот Первая мировая война должна быть уроком, потому что все думают, что они... Еще никогда война не коснется вот их границ, что они там где-то что-то помутят и потом отвоюют кучу себе, бля, профита. Нет, это все заканчивается вот как верденской мясорубкой, блядь, пацаны. Да, верденская мясорубка. Верденская, прошу прощения. Лучшая метафора, блядь, вообще всей Первой мировой войны, как мне кажется. Вот такого рода война — это просто, ну, истребление. Один мудрый философ сказал, умный человек начинает войну, которая уже побеждена. То есть мудрый правитель начинает войну, которая уже победил. Когда вы уверены абсолютно в том, что эта война принесет победу. Когда уже победа есть, тогда он эту войну объявляет. Кстати, Америка уже правильно сделала, она под конец объявила войну, когда уже все было и так понятно. Эта война привела к тому, что в Европе поменялся порядок вещей. Это так называемый Версальско-Вашингтонский мир или Версальско-Вашингтонская система отношений утвердилась в Европе после конца и победы над Германией. Напомню, именно из этой системы мы никакого профита с войны не получили, потому что Ленин позорно всех сдал, и все получили сочный кусок от Германии, кроме нас. Мы получили хуйнаны, блядь, ёпта, а все закабалили Германию, блядь. Германии было запрещено иметь какие-то, блядь, войска, все это. Ну, это Коля пусть расскажет, я не помню точные ограничения, но они были вынуждены оплатить огромные репарации, которые бы Советскому Союзу в то время бы, блядь, помогли. Но Ленин сдал войну, и опять-таки, может, он и прав был, чтобы меньше людей было гибло, никто не знает, чем бы закончилась война, но факт остается фактом, типа, блядь, мы нихуя с этого, блядь, договора не получили. Результат этого мира, они, ну, следующие, очень фундаментальные. Надо понимать, что первые реальные последствия мира это закабление Германии. Германия сокращала армии до 100 тысяч человек, должна была выплатить огромные компенсации. она отчитывалась перед этими странами и платила им контрибуцию. Часть территорий была отторгнута от Германии, передана своим странам-союзницам. Произошли... Аннексировано! Где-то аннексировано? Это репарации, видишь, я помню с 40-х... Да, да, да. Декомпенсация репарации и не отобранно аннексировано. Я тоже историк. Австро-Венгрия распалась, распалась Германия, ну, распалась Германская империя, она перестала существовать, и распалась Российская империя. Крах этих трех империй, конец Первой мировой войны, это вот тот самый мир, который мы получили. Славянское, кстати, государство Югославия появилось на карте мира, появилось множество славянских стран, отделившихся от Австро-Венгрии, это тоже одно из важных последствий. Появилась Польша, появилась Польша по едоку войны, появились прибалтийские страны, и эта вот Версальско-Вашингтонская система держалась на одном. Она держалась на том, что называется Лига наций. Это был новый орган, придуманный для координации действий и усилий государств по наведению мира и порядка. Давай, погоди, 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 можно включить Соловьева? И как Лига наций, предшественник ООН, так и ООН не смогли предотвратить, по сути, ни одной войны во всем ебаном мире. Органы, которые были созданы для предотвращения конфликтов, всегда игнорировались теми, кто затевал конфликты, они просто их затевали. То есть, по сути, Лига наций — это прототип ООН первой бесполезной абсолютно организации. И люди, как ты говоришь, вот тогда был Красный Крест, и вот эти войска миротворческие, это прототип голубых беретов, которые всегда находятся не в том месте, где, блядь, реальная какая-то война, а просто мешают каким-то местечковым диктаторам, блядь, устраивать геноцид локальный, блядь. То есть, Лига наций — это вот прототип первой бесполезной организации, которая не справляется с тем, чтобы предотвращать войны вообще. И вот Лига наций была действительно в полной мере именно такой, какой ты говоришь. Лига наций заседала в Швейцарии, месте, где, как считали, более всего спокойная, нейтральная территория. И это Лига наций занималась тем, что помогала контрибуции, помогала присоединению новых территорий Германии после того, как были референдумы проведены на этих землях, распределяла эти ресурсы, пыталась контролировать этот мир и предлагала новые проекты. Вот, например, Бриан Келлог предложил создать Единую Европу. Это прототип Евросоюза, но она так и не прошла. И если говорить про отношения Франции к Германию... Ну, вы понимаете уже, да, куда ветер дует вот уже в те времена, да, Брэнка? Я не знал про этого чувака, но вы должны понять уже тогда, куда дул ветер, блядь. Это два чувака было, Бриан и Келлог. Это два факта Бриана и Келлог. А, ну хорошо, вот тем более два, блядь. Естественно, один бы такой не придумал в те времена. Но уже нужно понимать, что какие-то тенденции, они закладывались задолго до того, как они в наше время происходят. То есть, блядь, Евросоюз мог бы в альтернативной вселенной, быть создан... Когда там был этот хуйня? 23-24-й могли бы в это время сделать. Да, да, представь-то себе альтернативную Европу, где нет Гитлера, но с 24-го года Евросоюз. Началась бы война Вторая мировая или нет, например? Вот в чем вопрос. Но Германию туда не хотели пускать, кстати. Поначалу. А, ну понятно. А кто бы кормил греков, ебучих, блядь, и итальянских... Об этом не думали. А знаешь, почему не сработал этот прототип? Об этом не думали. Потому что в нем не было Германии. Германия до сих пор весь Евросоюз кормит. Они такие, так, хорошо, возьмем всех в Союз. Молдавию... Они даже не хотели этого. А кто работать-то будет, блядь? Нет, все вступят. Греция и так. Не-не-не, это не предполагалось, что все вступят. Это уже... Нет, они не хотели этого. Они хотели Западную Европу объединить. Вот видишь, это крайне нерабочая схема. Хов, я хотел, что... Испанцы будут работать, танки делать, или кто? В Западной Европе, блядь, чувак. Это португальцы, наверное, блядь. Вся система Евросоюза только держится на Германии. Я как экономист просто здесь говорю. Это как... Союз. Не будет союза людей, которые бухают вместе, если не будет человека, у которого будут деньги на бухло. Это будет просто сборище бомжей, блядь. То есть если у всех там... У меня рубль, у меня рубль, у меня рубль. Бухло стоит 200 рублей, и пока не придет Германия, у которой есть 500 рублей, весь Евросоюз будет сидеть и сосать хуй, потому что у них пару рублей, блядь. Ну, я условно как бы, но... Вот потому тот Евросоюз и не сработал, друзья. Дело даже не в этом. Я хотел, чтобы ты понял, и все наши зрители тоже, в этот момент Германия не считалась Европой. Это очень важно, чтобы вы все поняли. Германия не считалась Европой, не воспринималась так же, как мы сейчас. Как мы сейчас не воспринимаемся Европой. И немцы не считали себя Европой. Они не считали себя Европой ни до, ни после Первой мировой войны. У них было ощущение, и это ощущение очень сильное от Ганса Гюнтера и многих разных теоретиков, некоторого особого пути. Германия считала себя не Европой в этот момент. Германия — это особый путь. Она не связана с Европой. Прямо как у нас с нашими злейшими врагами. О чем я хотел, кстати... Больше общего, чем кажется, типа... Да. О чем я и хотел сказать, и это очень важно, Германия чувствовала себя обиженной, и она считала Европу предательницей. И она ни в коем случае не считала себя даже близко ею. И развивала теории, согласно которой, вот эта демократия западная — это вред Германии, это нож в спину. В Германии росло ощущение того, что этот мир — предатель. Это предательский мир. За нашей спиной наши враги. Они нанесли удар в спину и предали Германию. А чтобы Германия была сильной, и чтобы ее не предали, нужен человек сильный, чтобы он не давал этим демократам спуск. Это, кстати, вот, знаешь, вопрос о том, что историю пишут победители. Если за Вторую мировую и за Гитлера Германию это понятно, блядь, что нужно осуждать, то Первая мировая... Германия делала то же самое, что делали все остальные. Вообще. Они применяли даже... Все говорят про вот... Иприт, блядь, это такая... Не только же немцы применяли эти газы, блядь, правильно? Или я ошибаюсь, блядь? Газы применяли на войне многие, да. Но немцы здесь просто отличились особенно. Но они просто лучше делают свою работу, чем другие в Европе. Если они делают газы, их газы убойнее, чем у других. Но, типа, вот за Первую мировую, блядь, ёпта, из них сделали таких озлобленных и обиженных, потому что, ну, все беспределили. У Англии были танки уже тогда, блядь. Все, все ебашили, все захватывали. Но в итоге виноватым выставили только Германию, блядь, ёпта. То есть, поэтому вот это некое чувство, почему мы работаем вот на всю Европу, оно у немцев, как бы, я думаю, осталось после Первой мировой войны. И поэтому они так охотно поддерживали Гитлера. Потому что, ну, условия этого договора были совершенно абсурдными, типа, каббалистическими. То есть, при том, что, ну, в те времена, до Второй мировой войны, Германия-то ничего такого экстраординарного не сделала. Правильно? Да, если бы Германия победила, она бы в том же винила своих союзников, разумеется, и она бы винила всех остальных. Просто дело в том, что Германия, она была как бы в большей степени заинтересована биться до конца. Поэтому у нее было множество разных вещей, вот прямо таких радикальных. Поэтому они активно пользовались и пытались проводить жизнь, и прямо с удовольствием это делали. Потому что понимали, что если проиграют, то на карте все стоит. Поэтому Германию так сильно... И еще, еще одна причина, Германия очень была заинтересована в этой войне, и Германия была одним из бенефицаров войны. Это было в ее интересах больше, чем всех остальных. Поэтому Германию так сильно попускали. Кстати, ты справедливо привел этот пример Абрыгана, кто платит за коммуналку все время. Вот Германия действительно была тем самым, кто платит за коммуналку все время, а все остальные... Нет, Абрыганы это все остальные. Я его так... У меня был такой в коммуналке. Я просто типа, а брыганы-то все остальные... Это единственный не а брыган. Ну вот тот, кто зарабатывает. Ну просто остальные а брыганы настолько злобные, что между собой называют его а брыган. Вот как бы в чем прикол. А так-то он единственная причина, по которой газ не отрубили. Всем, блядь. Ну все такие, вот урод, смотри на него. С вами бага. Это Франция и Англия переговаривают. Смотри, опять промышленность свою отстроила. Тварь, гандон, блядь. Уебок. Германия, она очень-очень... Я бы хотел сказать, что Германия очень похожа на нас даже. Вот это очень важно. Вот та Германия, та Германия. Она чувствовала себя обиженной. Почему вы все нас унижаете? Почему вы не даете нам шанса такой же быть богатой страной, как и вы? Германия была не такой богатой, как Франция или Англия в этот момент. Она не была такой, именно что, богатой страной в плане населения. Она была промышленно развитой. Это не было у Германии. Колоний-то не было. У Германии были колонии, но их было мало. Вот и в этом была проблема. Ладно, может, что-то и было. Я не настолько хорошо знаю историю. Но сравни, что было у Англии. Они как забафали себя. Франция, Испания. У Германии, блядь, ну какие были колонии у Германии, братан? Германии были африканские колонии. Китайские колонии даже у Германии были. Но они были небольшие, незначительные. Однако это не помешало ей вести войну с Бутинготами. Африканские колонии. Еще, знаешь что? Я уверен, что не делали немцы. Не вывозили в рабство негров, в отличие от англичан. Немцы эксплуатировали, поверь мне, Хова, не меньше, чем они. Не, эксплуатировали, конечно, это факт. Но, типа, я думаю, они привозили, строили часовню, колодец там, типа, в деревне. Поэтому не так было плохо, как когда тебя в кандалах везут через полмира, блядь, чтобы хлопок выращивать. То есть, конечно, эксплуатировали, но я не слышал о том, чтобы немцы кораблями вывозили негров куда-то, чтобы половина по дороге умерла, например. А эта проблема была в том, что у Германии не было территории, куда увозить и растить хлопок. А проблема в том, что это все заняли уже свои конкуренты. Не, ну ты так говоришь. Я, слушай, не хочу оправдывать немцев, конечно, потому что сейчас вообще статья за пересмотр итогов Второй мировой. Но не первый, не первый, подчеркну. Не первый. Но в целом это вот совершенно уже такая хуйня, что, типа, если бы у них было куда вывезти, они бы вывезли, да? Типа, что, а может, если бы у тебя была возможность, как у Чикатило, людей убивать, ты бы убивал, блядь. Это уж совсем... Факт в том, что они этого не делали, в отличие от Англии, Франции, Испании, вот этих. Они этого не делали. А то, что, ой, у них не было куда увезти их, блядь. Ну, знаешь, это такое себе, блядь. Типа, то есть было бы, увезли бы, да? Я уверен, что они бы увезли. Им очень нужно было это. Ну, а может, не увезли бы, понимаешь? Это судить людей за то, что они, может быть, сделали, блядь, бы. Это уж как-то совсем. Ну, это опять же разговор... Суть идеи в том, что во время Первой мировой войны все державы были пиздец, кровавые и ужасные. То есть во время Второй мировой войны понятно, кто главный враг, затейник, виновник. Но во время Первой все были, у всех были руки в крови. У всех были колонии, у всех была такая хуйня. Все хотели больше, все хотели, чтобы, грубо говоря, негры им хлопок добывали, блядь, ёпта. Вот, типа, не было такого, что Германия тогда была, вот прям, блядь, великим злом, против которого вся Европа сплотилась. Все были гондонами абсолютными. Вот я могу привести пример, который говорит о рабстве у немцев в колониальной империи. Все-таки рабство у них было, и они это делали с ними. Есть пример, например, вот крепости Гросс-Фридрихсбург. Это крепость Золотого берега, это Африка, естественно. И там начали колонизировать эту территорию и продавали живой товар. На территории современной Ганы эта практика была распространена. Рабство африканцев военнопленных. Они брали их в походах и завозили. Причем продавали в Америку. Врачи русских... Все, я верю тебе, Коль. Тогда получается, что немцы тоже пидоры. Единственные люди, которые негров не продавали, это мы, русские. Кстати говоря, про это... Получается так, что... Кстати говоря, про это... Кстати говоря, про это... У нас была колония Джабути, вообще-то. Блядь! Но мы не продавали. И мы, Коля, да как так? Мы не продавали. Мы администрировали. Но это опять же... Не, ну администрировали мы, знаешь, тогда негры были такие же рабы, как и мы в Совке. Они там явно сразу построили, блядь, колхоз какой-то нахуй всех. Ну, типа, тогда и мы негры, Коля. Я что хочу сказать. У нас тоже администрировали, блядь. Да, у нас тоже администрировали. Хотя... Ну, получается, что единственные белые люди, которые не вывозили негров и не продавали, это мы. Но будем считать, что так. Будем считать, что так. Какая тупая хуйня. То есть вся Европа... А знаешь, почему мы не продавали? У нас просто не было колоний в Африке. Не, не, вот ты сказал, что у Германии не было территории, куда их везти. А у нас мы просто тупим постоянно, сука. Мы от трендов отстаем. Вот как у нас не было интернета, когда в Европе был интернет, то так у нас, блядь, и вот мы... Если бы нам кто-то подсказал идею, что негров можно продавать, я думаю, продавали бы. Но у нас, блядь, темные люди нахуй. Пиздец. Никакого прогресса. Мы и тут опоздали. Скажу так, Хофф, была программа «Идея Петра Первого». Он хотел колонизировать Мадагаскар. Ну, Пётр Первый, блядь, видишь, был прогрессивный, блядь. Сразу понял, что на Black Lives Matter надо будет кого-то выводить, блядь, ёпта. Поэтому вот... Вот и было такие... Я в целом говорю, блядь, ладно, у Петра Первого араб был ручной. Мы же видели фильм, да? Да, конечно. Типа это не... Его, кстати, играл, по-моему, чувак, которого про Саши перемазали. Всё равно, как ни крути, получается, мы-то этого не делали, блядь, поэтому... Ну, да, пока... Ну, будем считать, что так, да, будем считать, что так. Мы должны снять с себя груз белой цисгендерной вины, я считаю. Да, я думаю, что это правильно. Кто-то заявлял, что русские не белые, кстати. Там в Америке. А, ну вот, вот, получается, мы... Надо придумать какой-то термин тогда другой, что мы, типа, белые не угнетатели. Да, можно так сказать. Мы белые негры! Типа, мы белые, но мы сами крепостные были, мы были рабами. И, типа, наш символ Пушкин, белые негры, короче, блядь, моя... Можно сделать white minorities, белое меньшинство. Ну, вот, говоря вот про эту ситуацию, что сложилось после этой Первой мировой войны, из неё все хотели выбраться. И даже те страны, кто создали эту ситуацию. Франция хотела отколоть Рурскую область, промышленную область от Германии, рейнскую автономию там создать. Англия хотела не допустить того, чтобы Франция не поднялась в Европе. Соединённые Штаты Америки не хотели, чтобы ничего не происходило, чтобы они поднимались, пока Европа не поднималась. И порохом запахло очень скоро. Маршал Фош, когда оценивал договор перемирия с Германией, он сказал, это не мир, это перемирие на 20 лет. И он почти что угадал. Чуть-чуть, на один год не угадал. Но через 21 год, после конца этой Первой, начнётся уже Вторая. Это небольшой перерыв. 20 лет был назван интербеллум. Между двумя войнами Первая и Вторая. А вот между ними очень короткий, очень маленький промежуток мира. И большую часть... Слушай, ну будет неправильно, если мы сразу перескочим. Давай поговорим о том, что происходило всё-таки в мире вот именно после. Всё, понятно, что Совки сдали Первую мировую, Версельский договор, всё. Но вот именно период до Второй мировой войны я бы хотел, чтобы мы подробнее рассмотрели. Хорошо. Потому что там же многое происходило, на самом деле. Нельзя просто скипнуть. Итак, давай как раз к предвоенной Европе вернёмся. К предвоенной Европе, что перед Второй мировой войной было там. Очень многое, очень многое. Ну, начнём с того, что это цепь революции. Попытка революции в Баварии, 919 год. И даже настоящая революция с Баварской социалистической республикой, которая на осколках Баварии появилась. И, кстати, даже имела свою армию. Это восстание Беркуна. Короче, по Европе бродит ебучий призрак коммунизма, блядь. И везде сед огонь, блядь. Я думаю, только наши зрители не знают про одну из самых удивительных советских республик. Советская республика Лимерик. Республика Лимерик – это республика в Ирландии. Вот даже до туда дошла Советская республика. Она, правда, очень недолго существовала, но она была. Советская республика Лимерик. Так что этот призрак бродил по Европе в полной мере и очень далеко бродил. Не только Германия, но и западнее пробивался. Потому он был так опасен. Второй фактор очень важный – это, конечно же, репарации и вторжение Франции. 23-й год – это Франция. Она нападает, и она оккупирует Рурскую область, Рурский бассейн. У Германии это большие, богатые территории с залежами угля, с заводами, с шахтами. Она хотела владеть ими, чтобы Германия уже… Ну что этот терпил, и теперь ничего не сделаешь, блядь, заберусь, Рурский бассейн, нормально, блядь, все… И на самом деле ничего не сделал. Как и ожидалось, он ничего не сделал. Спокойно вошла Франция, спокойно всех по струнке поставила, и спокойно так и было. Правда, она очень много денег потратила на оккупацию, но, с другой стороны, она добилась того, чего хотела Рур. Рур был взят на некоторое время, Франция испытывала ресурсы Рура, и вот эта знаменитая фраза «Боши заплатят за все», Боши – немцы, то есть немцы заплатят за все, она была лейтмотивом политики Жоржа Климонсо. Его называли «Тигр Жорж Климонсо», у него были усы такие длинные, красивые. Когда его спрашивали про переговоры о мире, он с ноги открыл дверь Версальского зала и сказал «К черту! Переговоры!» Он был таким вот, горячим. И он, конечно же, был готов Германию там оттяпать и распилить, но один только, одно Англия была против. Эта обстоятельство сыграло решающую роль. Англия сказала «Выводи», но это уже совсем. Да, у Англии были свои мотивы. Франция им никогда друзей не была, если бы они оттяпали себе полгермании, это такое бы было. Типа... Сегодня Кент, завтра мент. Так что да. Но ненадолго все же они оккупировали. И в этот момент в Германии чуть не происходит три революции подряд. Начнем с того, что Германия хотела коммунистическую революцию, и поднимались коммунисты там, и поднимались сепаратисты-регионалы, среди которых выделилась особенная группа, знакомая нам, это НСДАП, которая планировала марш на Берлин. Ревной путь? Да, конечно, именно его я имею в виду. Сначала марш на Берлин, но, как оказалось, видимо, и многие тоже сходятся, не только его, а прежде всего Баварию захватить. И Бавария, Бавария — это центр правых сил, куда осел Фрайкор, правые такие германские, бывшие военные, которые сражались с коммунизмом, они осели там, это центр правых сил, но вряд ли бы пошли на Берлин. И этот путь тоже провалился. Германия стояла на краю пропасти трижды в 1923 году. От интервенции от коммунистов в Берлине и от национал-социалистов с путчем. Хотя, надо сказать, Каповский путь тоже ударил по Германии. И вот все, что лихорадила Европа, так это Германия в основном, она просто ее мандражила до 1924 года, когда это были великие люди, это был Штреземан. Штреземан был министром иностранных дел Германии, он был гениален, он гений на самом деле. Дай угадаю, Гитлер их всех убьет впоследствии. Штреземан умрет до Гитлера, к сожалению. Ну, в смысле, к сожалению, блядь. Потому что, если бы он не умер, он бы мог даже Гитлера извести. Многие говорят так, что Штреземан, это вот человек, который, он был автор выхода Германии с кризиса. Когда он встал в управление страной в этот 23-й год, он встал, он стал канцлером Германии, он эту страну от края бездны с трех фронтов вывел. Он договорился с французами, он подавил коммунистов, и он подавил национал-социалистов. Но он не смог подавить какой-нибудь туберкулез или от чего он там живет. К сожалению, он не смог подавить, у него случился приступ инсульта. Вот это он не смог подавить. Но Штреземан, он был невероятно работоспособный, он на работе и умер. Вот как раз. А знаешь, ирония в чем? Наверное, у него инсульт был от того, что он мясо ел. А Гитлер же веганом был, да? И типа прожил гадина до самого самоубийства. А Штреземан, небось, он такой, здорово, я нарулил, сейчас ебану баварских колбасок, блядь, каких-нибудь нахуй. Вот-вот, все, погиб. Но он был невероятно работоспособный, он сгорел на своей работе. И сгорел он как раз в тот год, когда все уже закончилось для Германии в 29-м году. Он мог остановить нацистов. И многие говорили, что это... Это альтернативное кино про историю. Типа все хотят убить Гитлера, а тут нужно Штреземана. Типа чувак, может, ты будешь там на беговой дорожке. Да. Что такое беговая дорожка? Отдохнуть надо ему было, отдохнуть. Он очень много запрягался. Чел, пойди, пойди. Я привез. Гаррисон Форд. Штреземан. Ирония в том, что он отдохнул и прожил. Но он был такой у курок, когда уже Гитлер приходил к власти, что он такой, да, похуй, чел, Гитлер и Гитлер. Я такой, блядь, чертова история всегда возвращается на свое колесо. А вот Штреземан, он был не просто гением. Он был действительно нобелевским лауреатом по экономике. Нобелевским лауреатом. И он взял это место. И он был еще невероятным дипломатом. Он смог убедить Францию и Англию в том, что Германия заслуживает хотя бы какого-то снисхождения. И он взял кредиты. Это было невозможно для Германии тех предыдущих лет. Он смог отвезти ее от края бездны. И вот все это время, 24-й, 29-й, до начала кризиса, это, безусловно, вся его заслуга. Его заслуга. Это kind of иронично, да, что все знают Гитлера, блядь, который таким говном, блядь, ёпта, прославился. Но никто не знает какого-то Штрезмана, который мог бы остановить Гитлера, поэтому... У меня даже был стрим недавно. Вот мы как раз говорили про эту эру Штрезмана и как нацисты там создавали партию. Но это был действительно очень-очень патриотичный человек. Это Штрезман. Он находил контакт со всеми, и он умел убеждать людей. Он не гнушался разговора. Он говорил блестяще на французском. Он договорился с тем непримиримым Климансо отвезти войска. Он договорился об условиях мира. И вот это время внезапного счастья, это пятилетие Золотой Век, Золотой Век Веймара, это, безусловно, его эпоха. И в этот момент, как ни прискорбно, я должен для наших зрителей это сообщить. Вот это очень важно, чтобы вы все поняли. Очень часто говорят, Гитлера привела к власти демократия. Очень много есть мифов о том, что это демократия виновата в том, что Гитлер пришел к власти. Я решу сейчас вам результаты выборов по процентам назвать. Результаты выборов самой партии этих самых нацистов, начиная с 2024 года. На парламентских выборах партия нацистов получила 6 всего лишь процентов голосов. В том же году, в декабре, она получила 3%, а в 2028 – 1,3, там еще меньше. Если бы так продолжалось, это золотое пятилетие Штреземана, никакой нацистской партии не было бы в природе. Вообще, они стали бы маргиналами, они ушли с арены политической, как таковая сила в целом. Вот что нам говорят про приход Гитлера – это кризис 1929. Это вот как раз, когда Германия обеднела снова, и когда снова голыдьба, бедный народ пошел. И вот тогда и коммунисты, и нацисты снова поднялись. Но ничего подобного в эту эпоху, по-настоящему золотой для Германии, демократической Германии, не было. Ну, короче, все было бы пиже, если бы этот товарищ просто чилил бы побольше, отдыхал от своих этих дел, нобелевских премий, блядь, этих всяких переговоров нахуй. Вот иногда бы сидел, чилибонил, блядь. Получается, что он мог бы и Гитлера остановить. Он мог бы это восстановить, действительно. Я скажу вот так. Это обидно, но это тоже улыбка судьбы. Наверное, это будет смешно. Но вот когда начались переговоры по плану Юнга, это 29-й год, переговоры плана Юнга, этот план должен был спасти Германию от кризиса. Это план помощи, помощи денежной помощи. И планы репараций, которые уже установлены, они не будут меняться. Это стабильный план репараций. Без этих экстремистских отнять, распилить Германию. И вот в момент, когда эти переговоры должны были состояться, он как раз умер. Вот тот момент, когда они должны были пройти, он как раз умер. Ирония. Ирония очень обидная. Он хотел, чтобы они закончились успешно. Но так получилось, что после его смерти никто другой не смог их вообще возглавить. И Германия, она возроптала против. Начался новый кризис. Уже опять вчерашние, казалось бы, забытые картины. Это призраки людей. Тощие люди, они ходят в очереди. Я понимаю, к чему ты нагнетаешь. Мы переходим к самому, блядь, хардкорному периоду, блядь, 20-го века. Это Вторая мировая, блядь. Можно ли говорить сейчас, что Сталин с Гитлером были лучшие друзья до определенного момента? Они не были друзьями никогда. Художник и просто бандит какой-то, блядь, уголовник.